Здравствуйте! Мы снова в студии, и у нас в гостях Эдуард Михайлович Гизарян, Добрый день! Преподаватель Заокского университета, кандидат исторических наук, и он поможет нам сегодня ответить на вопросы, касающиеся корней библейских адвентистского вероучения, вот этих глубоких корней, которые уходят в Ветхий Завет, и мы сегодня поговорим о крещении во имя Иисуса Христа. Не крещение как обряде церковном, а о богословии крещения, а о том, каков смысл этого обряда, и что значит во имя Иисуса Христа, и сколько крещений как бы есть. Вот этот переход от омовения Ветхозаветнего к омовению Новозаветному, который становится крещением. Да. Ну, с чего мы начнем? Ну, пожалуй, мы начнем с Ветхого Завета. Дело в том, что то, что называется омовение, использовалось в иудейском народе испокон веков. Омовение использовалось всякий раз, когда человек проходил какую-то процедуру после того, как происходило прикосновение к мертвым, либо какая-то болезнь, либо какие-то истечения и прочее. Он должен был омыться. По сути, переход через Черное море был... Тоже крещение. Да, крещение, как Павел говорил, как омовение. Или помните, когда народ израильский подошел к Синай, к горе Синай, где Господь должен дать завет свой заключить с ним. Он повелел им совершить омовение. Да. Одежды омыть и тела омыть. То есть это то, что сопровождало евреев на протяжении всей их истории, особенно вот если взять тот период, когда уже семья, так скажем, Иакова превращается в огромный народ, который выходит из земли египетской, и появляется вот такой народ или нация в таком возвышенном смысле слова. Поэтому чистота — это, как говорится, уже половина религии. Поэтому нужно было вот омывать свое тело, и всякий раз, когда в этом была необходимость, Господь оговаривал все эти вопросы. Поэтому появляется такая вещь, как миква, то есть это большой сосуд для омовения. Человек мог туда заходить, омывать свое тело и таким образом совершать ритуальное омовение. Приходит Иоанн Креститель, который также омывает фактически людей в Иордане. В библейском тексте это называется крещение. То есть он крестит. Но опять же вопрос. Используется глагол «баптидзо», который означает «погружать». Он погружал людей. То есть он совершал вот такое ритуальное омовение, как знак того, что человек захотел как-то свои отношения с Богом обновить. Он покаялся. С точки зрения тех, кто приходил, иудеев, он делал обычные вещи. Ничего необычного в этом не было. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому, собственно, мы наблюдаем с вами, как апостол Павел встречает группу людей, которые были крещены Иоанновым крещением. Это 19 глава книги «Деяния апостолов». Мы прочитаем этот текст. Он очень важен с точки зрения своей богословской такой наполненности. Может быть, надо еще такой момент подчеркнуть, что омовение ветхозаветнее или то, что делал Иоанн, оно могло совершаться сколько угодно раз. Да, безусловно. А крещение христианское только один раз. Крещение христианское только один раз. И вот мы видим этот момент, очень интересный эпизод. В то время, когда Аполлос был в Каринфе, Павел, пройдя через горные области, пришел в Эфес и нашел там несколько учеников. И спросил он у них, сошел ли на вас Дух Святой, когда вы уверовали во Христа? Они же ему отвечали, мы вообще не слышали, что есть еще некий Дух Святой. Я читаю в новом переводе под редакцией Кулакова. «Какое же крещение вы приняли?» Задает вопрос апостол Павел. Это принципиальный вопрос был. И они говорят, крещение Иоанна, ответили они, крещение Иоанна было крещением в знак покаяния. Он призывал народ верить в того, кто грядет после него, в Иисуса, сказал Павел. Услышав это, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. То есть вопрос в том, что по самому действию этот обряд, он вроде бы идентичен. И Иоанн погружал в воду, и ученики Иисуса Христа погружали в воду, и вроде бы и там, и там это называется крещение, во всяком случае, так скажем, в переводе. Но мы видим, что богословская нагрузка у этих двух обрядов, она совершенно разная. И Павел об этом говорит, потому что он объясняет. Иоанн крестил крещением в знак покаяния. То есть это был некий образ покаяния. Когда мы говорим вообще, ну или используем русское слово «крещение», мы должны понимать его происхождение от слова «Христос». Да, конечно. То есть в русском языке крещение – это значит погружение во имя Христа. Уже саму по себе это слово говорит. Совершенно верно. А что касается крещения Иоанна, то, наверное, здесь тоже есть уже новая богословская нагрузка, как вы сказали, по отношению к омовению в Микве, которое обычно совершали иудеи. Если иудеи ее совершали, ну, скорее ритуально, прежде чем зайти в храм или по утрам. Это такое повседневное действие. Повседневное действие такое автоматическое, естественное. Как помолиться перед едой, например. Такое уже у нас, это естественно для нас. Мы не приступаем к терапезе, пока Господа не поблагодарим за это. Точно так. Но Иоанн уже придает крещению несколько другое. Это знак покаяния, знак того, что внутри человека происходит, в его сердце, в его сознании. Это уже является предтечей крещения христианского. Иисусом во Христа. То есть это некий переходный такой период от такого иудаизма, бетхозаветного. От ритуального крещения к крещению, как говорит Писание, обещание Богу в доброй совести, как говорится, на дальний период. Да, Петр говорит. И здесь надо сказать о том, что впервые крещение во имя Иисуса Христа, оно упоминается в Деяниях апостолов, во второй главе, когда апостол Петр в День Пятидесятницы проповедует. И те люди, которые, как говорится, умилились сердцем, когда они почувствовали, что есть у них необходимость в покаянии, они задают вопрос, что же нам делать? И Петр отвечает. Покайтесь, сказал им Петр, и пусть каждый из вас примет крещение во имя Иисуса Христа, тогда простятся вам грехи ваши, и вы получите дар Святого Духа. Да, вот эта тема, простятся грехи. Да, совершенно верно. То есть, иначе говоря, а почему вдруг теперь прощение греха, оно должно сопровождаться крещением? Потому что, собственно, теперь крещение, оно отличается от того, что было раньше. Петр это называет крещение во имя Иисуса Христа. Павел немного позже, в послании к римлянам, когда он будет писать, он задаст очень важный вопрос. Неужели вы не знаете, что все вы, крестившиеся во имя Иисуса Христа, в смерть его крестились? То есть, он говорит о том, что крещение во имя Христа, оно подразумевает некий образ погребения вместе со Христом и образ воскресения вместе со Христом. Когда человек проходит вот этот путь, проходит вот этот путь, сопровождаемый покаянием, когда он осознает, что вся его прошлая жизнь, она Господа не славила, он был чадом гнева, как говорит тот же Павел. И теперь, услышав весть о возможном покаянии и прощении, он теперь приходит, и ему нужно совершить крещение, для того, чтобы продемонстрировать вот эту, так скажем, приверженность Иисусу Христу. Да, тут, может быть, еще можно такое внимание обратить, момент, переход. Христианское крещение – это не еврейское мовение. По форме оно напоминает, а суть совсем другая. И надо сказать, что вот в Новом Завете вот этот переход радикальным образом происходит. Вот мы, например, о вечере говорим, да, Господней. Седр еврейский – это не вечере Господней. Это не вечере Господней. Хотя по форме… Очень напоминает. Очень напоминает. Но это совсем не то. И условно он выходит из Седора в вечере, условно. То же самое речь и о крещении. Дело в том, что в ветхозаветной традиции представление о грехе не то по сравнению с новозаветным представлением. В ветхозаветной традиции грех – это как бы проблема, которая, ну, как кажется, отдельного человека не сильно-то и касается. Она решается в храме. Вот. Ну, как бы. А здесь это проблема, которую человек носит в себе постоянно. Это в Новом Завете, да. Это его греховный образ жизни, который он оставляет. Природа греховная. Это его сердце испорченное. Это его сознание испорченное. Которое он… Это вина, которую он носит постоянно в себе. То есть тут и крещение имеет тоже разную роль. Если там это омовение больше ритуал, который делает человека ритуально чистым, то в Новом Завете это не ритуал, а это смерть, как вот мы только что говорили, для греха, да, и восстановление для новой жизни. То есть омовение внутреннее человека, не внешнее. Ну, собственно, на этом тоже акцент писания делает. То есть это фактически… Очистите внутренний свой. Да, да, да. Это фактически инициация, когда фактически ведь Новый Завет разделяет жизнь человека до крещения и после крещения. Все, после крещения он уже становится частью тела Христова. Он становится частью церкви. Его прошлая жизнь до крещения, она абсолютно отличается от того, что есть теперь. Поэтому Павел и скажет, один Бог, одна вера, одно крещение. То есть когда мы приходим к Господу, мы заключаем с Ним Завет, это то, что происходит раз и навсегда. Да. Ну, одно крещение еще можно подразумевать под этим, одно крещение во имя Христа. Да. Не во имя кого-то другого больше, только во имя Христа. Тут, может быть, еще такой можно образ помнить, который поможет понять этот переход от Ветхого Завета к Новому Завету. Мы не иудео-христиане, а мы просто христиане. Мы как бы не должны думать, что мы сохраняем иудейские традиции в крещении, в вечере. Нет. Это другое. Христос говорил, что в старые мехи новое вино не вливают. В старую традицию что-то новое влить нельзя, потому что это новое порвет и все исчезнет. То есть должна быть создана новая традиция. И крещение – это новая традиция, которая хотя формально и напоминает старое, но по сути таковым не является. Точно так же, как и в вечере Господне, хотя формально и напоминает цедр, но по сути абсолютно таким не является. Да, ну и можно о других говорить. То есть здесь вложен несколько иной смысл. Он даже где-то и радикальный смысл, который теперь показывает все. Это теперь кто во Христе, тот новая тварь, это новый образ жизни, который с прошлым ничего не имеет общего и так далее. Христос создает новую религию. И это доказывается еще хотя бы тем, что через совсем короткое время иудеев в христианской церкви практически нет. Иудейской церкви. Потому что христианство для иудаизма чуждо. И это не может ужиться с христианством, иудейская традиция. Это как бы сама жизнь это показывает. И помните историю с Самарянкой? Иисус говорит, что дискуссия о том, где надо поклоняться. На какой горе, да? На какой горе. А что Господь говорит? И не здесь, и не в Иерусалиме, но в духе истине. В духе истине. То есть вот это вот различие. Для еврея важен формальный подход. Формально исполнить Тору. Значит, категоризировать ее, значит, выделить заповеди, расписать, когда это можно. Юридический такой подход, формальный. А Христос говорит в своей дискуссии с фарисеями, что этот подход не славит Бога. В духе истине это значит изнутри как бы поклоняться Богу. Душой своей искать правды во всех своих делах. Быть постоянно собой недовольным. Вот почему в христианстве вот эта тема, она может быть иногда доведенная, конечно, до какой-то крайности. Вот ощущение своей греховности. Вот что значит в духе. Здесь же еще момент связан с чем? Мы видим, что с самого начала Ветхого Завета это наблюдается. И в Новом Завете это тоже продемонстрировано. Вопрос сакральности и святости пространства. То есть она говорит, вот на этой горе. Иудеи говорят, нет, в Иерусалиме. Иерусалим это сакральное пространство. То есть это самое святое место. Христос говорит, ну вот наступает время, когда мы не будем говорить уже о сакральности географического пространства. Мы будем говорить о том, что сакральность там, где народ находится в духе. Там, где Христос, там и сакральное место. Поэтому, если, например, для иудаизма 10 человек, миньян, это возможность для совершения богослужения в синагоге, Христос говорит, да где двое или трое собраны во имя Мое, там уже Я посреди них. Если омовение еврейское или ветхозаветнее, оно касается тела, то новозаветнее касается души. Души. Поэтому почему и, например, вот в Евангелии от Марка мы наблюдаем вот этот эпизод, когда фактически евангелист говорит о том, что тот, кто будет веровать и креститься, прощен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Да, 16 глава, фактически подразумевая при этом, что даже если он будет креститься, но не будет при этом веровать, он будет осужден. То есть крещение – это как бы знак, который показывает веру человека, такое исповедание веры публично, ну, кроме всего прочего, это исповедание веры. При этом очень часто еще задается вопрос, даже в нашей среде, в нашей церкви, заменяет ли крещение обрезание, потому что фактически ведь обрезание демонстрировало приверженность еврейскому народу, и акт этот происходил на восьмой день. Даже принадлежность. Да, принадлежность. Ребенка обрезали в знак того, что он является частью еврейского народа. За него делали выбор. Да, за него делали выбор, фактически. Сейчас в христианстве по-другому. То есть, как бы, Писание говорит о том, что крестились только люди, которые понимали, что они делают, они исповедовали свои грехи, и они таким вот образом заключали с Господом завет. Поэтому, да, например, у Павла был момент, когда он обрезал Тимофея, но это делалось ради миссионерских целей, ради каких-то вот таких вопросов, чтобы к Тимофею не было... Такой переходный период. Чтобы к Тимофею не было претензий, потому что у него была, так скажем, часть его крови была все-таки еврейской. Да, мать у него, по-моему. Да, мать была еврейка, бабушка была еврейкой. То есть, вопрос в том, что, да, Павел это делает, но он это делает не потому, что в этом есть богословская необходимость, он это делает совершенно из каких-то миссионерских предпосылок. Да, в этом смысле новозаветное крещение, как, еще раз вернемся к этому тексту, это обещание Богу. Это осознание своей жизни, это знак покаяния. Вот, и человек, входя в вводы крещения, оставляет прежнюю жизнь и восстает для этого к новой. Поэтому говорить о крещении младенцев или о крещении детей, ну, как-то это будет противоречить этой главной мысли. Мысли новозаветнего крещения, которое обращено к душе, а не просто к телу. Ну, давайте, может быть, итог такой подведем. Вот крещение Иоаннова, как некий переход. От ветхозаветных образов, ветхозаветных, даже, может быть, не образов, а ветхозаветных практик и действий ритуальных к новозаветному, к новозаветной идее и обряду, который указывает на наши взаимоотношения с Богом, указывает на то, что мы с Господом вошли в заветные отношения. То есть Иоанн Креститель, он такой мост между отживающей традицией, которая умирает, да, и нарождающейся традицией христианской. Причем, что сам Иоанн в своей проповеди, он говорит о том, что наступает новая эра, когда говорит о том, что придет тот, который будет крестить Духом Святым и огнем. Это очень важный момент. Наступает новая эра, в которой религия будет обращена не к формам внешним, не к обрядам, не к традициям, не к сохранению своей идентичности национальной, как знаку принадлежности к Богу, в виде обрезания и всего прочего, а к религии, которая будет обращена к духу человека. То есть это какой-то переход от такого еврейского, ну, мы можем сказать, партикуляризма, когда какие-то частности затрагивались к такому христианскому универсализму, когда мы говорим, в общем-то, о духе. Это открывает, в общем-то, двери для спасения всем народом. Не нужно становиться евреем, соблюдать обряды еврейские для того, чтобы быть детем Божьим. И, собственно, весь Ветхий Завет, особенно пророк Исаия, об этом говорит, что наступает время, когда дом молитвы назовется домом молитвы для всех народов, и эта вера станет той, которую будут разделять и бывшие язычники. Поэтому к немощным вещественным началам, касающимся вот этих внешних обрядов, христиане не должны возвращаться. Это будет отказ от веры во Христа. Ну, хорошо, на этом мы закончим сегодня нашу беседу. Спасибо, до свидания. Всего доброго.